Огонь! Огонь! У Кирилла Гукова дядя прошел войну в Чечне, поэтому кое-какие представления о городском бое у студента есть, но нужно закрепить их в реальном столкновении с противником. Скрытно, естественно, конечно. Так в тихую, чтобы никто не видел, не слышал тебя. А потом уже выламывать окна, не знаю, двери, а потом уже начинать захватывать здание. Также гранатой или дымовой шашкой. В страйкбольных баталиях есть свои правила. Нарушения фиксируются наблюдателями и виновника ждет изгнание с поля боя. Попадание пули даже в конечность и боец должен признать себя убитым. Взрыв гранаты ближе пяти метров аналогично. Для этого нужно поднять руку вверх и покинуть площадку. Есть некоторые нарушения, то есть это несознанка, когда в тебя попали и человек не признается, то есть продолжает дальше бегать. Ну и в принципе по технике безопасности это когда снимают очки, драки, маленькие залеты, когда пришел пьяный. Встречи поклонников потешных боев со студентами вузов и СУЗов не случайны. Региональная федерация страйкбола выиграла грант правительства Сахалинской области. Пострелять друг в друга пластиковыми шариками уже успели сотни молодых людей. В боях принимают участие и военнослужащие, дислоцированные на острове. Наш 68-й армейский корпус, с которым мы активно взаимодействуем, закупил себе уже страйкбольное оборудование. Участвуют военные в наших мероприятиях и взаимодействуют с молодежью, обмениваются какими-то жизненными взглядами, опытом. И таким образом происходит у нас взаимодействие между молодежью и военными. Также ребята ознакомились с образцами вооружения российской армии и блока НАТО. АКМы, АКСы, американская снайперская винтовка М14, пистолеты ТТ, Кольта и австрийский ГЛОК. Внешне они ничем не отличаются от оригиналов и даже вес точно такой же. Студентам рассказали о плюсах и минусах каждого вида оружия. После чего молодые люди пришли к выводу, что лучше брать старый добрый Калашников. Убойный и безотказный. Евгений Коньков, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ.